Ну что же, возвращаемся в эфир. Инфомос против Beast Coast и вторая карта у микрофона Mila и Lost. Всем еще раз здрасте. У нас есть маленькая надежда с Mila, что Инфомос круто надрафтит. Наберут что-нибудь метрового. И, ну, по-хорошему, им не нужен лос-пик, потому что они не то чтобы круто им пользуются. Будем считать, что лос-пик у них и не было, учитывая, как они раздрафтили. Поэтому, может быть, сейчас они просто возьмут обычных, хороших, работающих героев. Ну, вот, допустим, Белкомарс, например, в центр какую-нибудь Лину. Там либо четверочку, либо пятерочку, там уже абсолютно любого героя. И кэрри ТБ. Все. Вот я придумал драфт за Инфомос. Уже придумал драфт за Инфомос. Пожалуйста, берите и пользуйтесь им. Виспер на Санкинге. Тускар на четверку, Шадоу Демон пятерка. От Бесткоуст. Теперь уже... Подсейв неплохой имеется. Как тебе вообще худынг? Поповый саппорт. Нравится, да? Моя мечта стоять в доте, сзади, и смотреть, как токсики в пабе срутся, разваливаются. Ну, или просто, если они разваливают, то я вместе с ними тост там пью-пью и фраги собираю. Обожаю таких саппортов. Оперейшн, Худвинг. Это, наверное, все-таки два самых ярых-ярых стрелка, которые точно не идут вперед. Там Кунжики Рос, возможно. Ну, короче, вообще огонь. Просто респект и лайк для этих персонажей. Кунжики Рос, кстати, сейчас достаточно популярен, на самом-то деле. Притом он и на пятую позицию очень хороший, он же такой плотный. Ну да, вперед ты на нем не пойдешь, очевидно, да? Не надо. Но по игре он очень полезен. И контроль выдает, и вот замес разграничивает, макропирует. На самом-то деле, ты знаешь, очень крутая функция, когда заходят на хэкграунд, и макропирует все, это дело сжигаешь. То есть, какой-никакой деф. ДП. И вот теперь интересно, ДП это для Элона в мид, или это все-таки будет саппорт, потому что иногда такое встречается, ДП на пятую и четвертую позицию. Но здесь мне почему-то кажется, что это герой именно для Элона. Легионка. То есть... Нет? Нет. То есть не для Элона тут получается этот герой, а получается они хотят... Что сделать? Не вижу ни одной причины брать Легион Командера в Шадоу Демона и в Таска. Ни одной вообще. Вот просто хоть убей меня. Не понимаю, зачем брать Легион Командера против двух героев, которые потенциально спасают. Есть идеи? И у меня нет идеи, да. Поэтому, когда я вижу Легион Командера, я хочу взять Урсевича, вообще не думая. Между Легион Командера, пик Урсу. Я думаю, классика с жанром. Ну, допустим, для Бискост. Нужен такой танк. Если не Урсу, то Медуза, Варискинг, вообще все эти герои, они обожают Легион Командера. Они выражают его респект за то, что он есть в Доте. И с удовольствием примут на себя любой удар. Но это Хаос Найт. Ого, как. Ничего себе у Бискост. Это К1. Это К1 на ЦК. Тут нужно еще добрать себе какого-то героя, который в Лейте будет хорош. Опять же, Лина мне в этом плане улыбается. Ну, как мне кажется, она в Лейте очень много урона наносит. И опять же, будет К1 играть на таком герое, который будет на себя весь урон принимать. Как примет, кстати, у него было и на ТБ. То есть даже по слотам мы видели, какие слоты ТБ собирал именно на выживаемость. Там какие расы и так далее. Ну, два варианта. Два героя. Центр, который обычно разваливают. Особенно под Хаос Найта. Первый это... Ну, естественно, Лина. Вторая — Темплара Сассин. Да, отличная. Вот Темпларка тоже шикарный вариант. То есть я вот смотрю на то, что банит Инфомас. Я не совсем понимаю логику их банов, потому что у них ДП — это герой, которые просто разваливают душу силовиков. Чем больше силовиков, тем лучше себя показывает ДП. Проще лупить духами, проще развешивать сифоны. Они этих силовиков банят. Вообще не нужденные причины банят кунки. Еще подумала про СФ, разве что. СФ с руки. Я забыл про него тоже, кстати. Да, СФ. Еще есть таких метовых я имею в виду. С метовой Темпларка вот... Куда бы сказала? Лина, да? СФ я бы сказал сейчас где-то в районе Тир-2. Он очень крут. Кстати, он был бы очень крут против Инфомас. Но... Что-то мне какая-то чуйка, что они возьмут. У меня такая чуйка, что сейчас просто без кост возьмут Лину, которая работает всегда во все времена. Которая, кстати, очень круто сна, кается СК. Еще дополнительный контроль, да, согласна. Легион Командер не очень любит против Лины играть и дуэлиться. Ему не в кайф, потому что... Он кому-то даст дуэли Лины, пропишет Лагуну сходу, и все. Если у него БКБ нет, он там обычно падает. Поэтому... Легион Командер платит вообще все. Вот все, что можно. И если сейчас Инфомас не возьмут... Что такого можно взять, кстати? Что-то я так призадумался. Медуза была бы хорошим пиком, на самом-то деле, для Инфомас. Действительно хорошим и против ЦК, и вот в арену Марса, и Легионка, которая собирает шарты, очень круто бафает Медузу. Потому что сама по себе Медуза не любит собирать БКБ. Но Медузу забанили. Темпларочка. Ну, здесь... Ну, короче, что осталось? Короче, я за Лину просто без кост. Лина... Может быть, еще Вайпер там какой-то. Вайперы тогда, они себя такого хорошего лайтари лишают. Ну, против героев нормально. Против этих героев хорошие. В Миде? Он на Марс пассивку вырубается. Ну, против ЦК, во-первых, он стоит более-менее. Во-вторых, он пассивки вырубает. Тут пассивки... Ну, Марс пассивку, Легионка. Короче, ну, конечно, в идеале Лина. Понятное дело, что основная огневая мощь будет потеряна. Но там Шенош вторая работает достойно. СФ Лина, мне кажется. Несмотря на то, что СФ против ЦК, не то чтобы совсем хорошо стоится, и СФ можно гангать и убивать вначале, все равно СФ очень быстро фармит, и потенциально тоже герои Влайтея именно, конечно же, через физ урон наносят очень много дэмэджа. Ну, СФ просто пожаднее, чем эти герои. Он без БК вообще в драке ничего не делает. Ну, БКБ, ну, это такое понятное слово. Здесь и тампларки, на самом деле, без БКБ очень сложно. Я думаю, что она нафармит себе. И вообще, как они линии планируют Infamous поставить в такой ситуации? Очень похоже, что это Марс саппорт. Это очень похоже, что тампларка на легкую. Не верю в Марс саппорта. Вот в Марс саппорта я не верю. Действительно, Вайпер решили. Нормально. Вот Вайпер уж очень хорошо стоит против темпларки, но тут проблема в том, что темпларка, она на первую позицию. Проблема в том, что, скорее всего, Вайпер сложно пойдет, и он как раз будет таки стать против темпларки. А вот это они интересно придумали. Это, получается, Сэн Кинга переиграли, переиграли. Слушай, вот когда вот Вайпер появился, я уже понимала, что темпларка на легкую пойдет, но я не ожидала, что... Хотя для Виспера это прям его стиль героев. То есть я как раз говорила же про то, что он играет на всяких вот этих бабках, да, веномансерах, и Вайпер ему очень подходит по плейстайлу. Но мне интересно, как Крис Лак будет показывать себя на Сэн Кинге. И это, кстати, ДП у нас саппорт, Марс в мид, а Легионка в сложных. Вот так они поставят. Ну да, чем-то могу сказать. Ну, честно говоря... Мне очень нравилась ДП кэри здесь. Она... Ну, она имеет пачку силыков. Это просто три сифона в раз. Знаешь... Она очень хорошо пробивает духами, Вайпера особенно. Если Вайпера быстренько минусовать, здесь попроще драться. Несмотря на то, что мне вот ДП как пятая позиция, она мне вообще не улыбается. То есть вот Бейн... Как мы привыкли уже Бейна в пятерку, сравниваешь его импакт. Но если игра затянется... Коэффициенты на этот матч наших друзей с Финлайн. Это Infamous 3.9, без кост 1.8. 1.1.8. А, это на матч, да? На вторую карту 1.95 и 1.80. То есть на самом деле все еще верят в Infamous. В общем, считают, что их пик в этой игре даже... Ну, более-менее я бы сказал, да. Что если у нас King с House Knight по-быстренькому здесь не разберутся, игра реально затянется, то у противника хватит демеджа, чтобы разбираться с иллюзиями ЦК. Тут такое драфтер, они себя слегка на таймер посадили. Вот, я про это и хотела. Тебе и говорила, что мне поэтому Вайперы не очень нравятся. Если бы они сделали более стандартно, то есть оставили себе какого-то СФа либо Лину в мид, то и в Лите у них бы все было хорошо, атак. Да, да, согласен. Я как спамер Лины могу сказать, что вообще я ее на ферспик беру и... Главное, двух героев забанить и все. И она просто разваливает, она оторвает кабины. Ну, что... И как раз вот тот самый герой, который я всегда баню, это Марс. Вот он есть, и поэтому против Марса Лины очень неприятно играть. Это один из самых противных героев против нее. Поэтому, возможно, по этой причине решили. Войти на Вайпера. Хотя здесь, даже если бы взялась Лина, у нее против Марса был хороший подсейв, в виде Шадоу Демона. И Тускар еще со своим Сноуболом. То есть в этот раз действительно Сноубол это не всегда может зайти, а вот Шадоу Демон, он как бы для этого и создан. Там основная сложность не в том, что ее подставить нужно, а в том, что она не бьет в арену Блуд. И ты ставишь одну арену, потом вторую, ну, если особенно дело касается Лейта, и 14 секунд Лина, она либо должна зайти в арену, чтобы кого-то дамажит, либо она стоит сзади и никого не может дамажить в этом фишском Марсом. Ну, это такой же, такой супер Лейт, у нас просто там каточки, скажем так. Ну, не супер темповый, мы там в Лейтс все время выходим, там, ребятки в Доту, только недавно начали играть, поэтому... Марс первый бан. Ну, по крайней мере, у меня. Я его из плави выпускаю. Мне кажется, просто Марс такой герой, на котором достаточно простой геймплей, и все равно он делает кучу грязи, и под него очень большое количество комбинаций есть. Вот, я вспомнил, что герой, который очень хорош против Марса. Вот, если, допустим, Лена не заходит, Инвокер очень крутой. Инвокер и Лешерок, вот два героя, которые прям супер-супер-крутые против Марса, потому что... Ну, арена нет, Инвокер просто кастует, поэтому плевал на эту арену. А, Лешерок, он что в этой арене, что вне арены, ну, если он в арене, он там просто всех убивает, но не вне арены там наизи забежит. Вот. Поэтому, возможно, по этой причине они Лену не стали брать. Просто я как опытный Лену со стажем Марса больше всех не люблю подойти. В виде там Сан Кинг против Марса, прям два хардлайнера таких, да? Да-да, но здесь, очевидно, что Сан Кинг где-то с третьего левела прям вообще по кайфу себя чувствует. Там очень много дэмэджа заходят с пассивки, он еще и подстанет может под этими крипчиками и Марсу очень больно. Причем Сан Кинг он когда спамит, ну, когда он харасит пассивочек, он вообще ничего не тратит, а Марсу для того, чтобы душить Сан Кинга нужно использовать ману, поэтому здесь я бы отдавал предпочтение в сторону Сан Кинга, ну, как минимум в сторону дэмэджа, который он высит. Да, вот, смотри, смотри, вот. Просто... А, он почти убил. Он, он, он с Фериком. Он был близок. Сан Кинга ХП тоже мало, но... Но он Ферик не потратил. Сан Кинг, да, разменялся в разы лучше. И это только начало. Потом будет третий левел, четвертый, пятый, там, чем дальше, тем сложнее Марсу. Марсу нужно терпеть. Сан Кинг душный против млечников. Шату демона и ЦК. Линия, на самом деле, очень неплохая. Притом, мы понимаем, что Кей Уан отыграл огромное количество на это игр на своем коронном персонаже и точно знает, как на нем отыгрывается. Станчик залетает две секунды. Связка от Белки. Сакред отступает. Подготовились ребята. То есть, вижу, что и у Легионки стики есть, и у Худвинг тоже стики имеются. Просто против Шадоу Демона без стиков на линию выходить не очень хочется. Посмотрим, что у нас творится на боте. Здесь Вайпер плюс Тускар. Можно и напасть за счет как раз Тускара. И, в принципе, как-то против Вайпера темпларочка она очевидно будет проседать. И мы видим, что крепстат Вайпера на данный момент 12 на 3, темпларка 5-1. Ну, это Вайпер. Тут вообще безориально. Тут линия такая жесткая, Вайпер Туск. Обычная Туск проблема, что когда стоит на линии, никто там не может наточковать, никто не может нахарасить. То есть, мало кто может подготовить вражеского кора к обрыву. А тут Вайпер, он нормально готовит и ДПшечку, и темпларочку. То есть, просто уходит темпларочку, он заплевывает, если она лоу-хп таскатывается. При этом таск очень грамотно так вот бежит вокруг елочек, только аккуратненько с ДПшечкой старается не ввязываться в ней по тасовку. В общем, делает так, что Вайпер против темпларки 1 на 1 на линии. И темпларка против Вайпера особенно вот не в центре, ей очень тяжело сходить 1 на 1 на линии. То есть, невозможно. Тускара вообще очень круто отыгрывает, не дает ДП даже возможности сделать отвод. на линии и бьет крипов. То есть, у темпларки вот стало 7 крипов тогда, когда она пошла как раз свой этот стаг фармить. А Вайпер 18 на 8. И вы понимаете, что линия будет постоянно пушиться. Как только темпларка подойдет, ей будет очень больно. А в это время Соло. Тут очень круто сейчас сыграл Марс. Он, ну, он стал рядом с вышкой. Там были крипчики. Санкинг, он хотел этих крипчиков продамажить подкопом. Марс в подкоп поражал глиф на крипы. Крипы не умерли. Вышка продолжила бить крипов по итогу и он просто убил СК. Он очень круто сыграл прям. Прям там байтил. Смотрел, видел, как он разводит. Но, тем временем мы видим, как вот и на другой линии я тут смотрю уже проблемки, Ухал Снайд это нехорошо. А Ухал Снайд со слабым стартом это на счет линии с герой в игре. Ну, вообще, да. Легионка 18 крипов имеет. И сейчас очень большая пачка практически умерла. Вот хотя бы три ранжа для Ки-1 остается. Ну, если он по левелу просядет, конечно же. Ну, очевидно, что у него ситуация лучше, чем у Темпларки. Хотя вот сейчас смотрю 17 крипов, 14 крипов, но хотя бы Темпларка не умирала. Ну, у Темпларки у нее ситуация, что она всегда уходит в лес, там, начиная... Она даже с третьего может уйти, вот она уже отваривает лес, в третьем новеле, главное, чтобы ПТ-шик была. И все. Жизнь налаживается. А Хаус Найт, он не ловкач. Какого-то рефракшн у него нет, поэтому... Надо, конечно, Темпларочку душить, да. Мы видим, как этим крутым Таск занимаются, но вообще... У Темпларки всегда есть аута, а у Хаус Найт этих аутов нет. Он все считает на линии, поэтому ему в лес не прогнали. У него пока все еще ок, ситуация. И по-хорошему все нужно называть Таском. Так как Вайпер сложный стоит уже один, ну, с ДПом справится. Не, ну да, но просто Тускар очень круто делает тем, что он идет в леса и не дает Темпларке там фармить. Темпларка сейчас пришла мид, у нее четвертый уровень, пятый уровень у Санкинга, у Марса уже имеется шестой. Так у нас на топе нападение на Легионку. Легионка на развороте. С Шадоу Демона начинает драться, ну и Легионка погибает. Не, ну в принципе Легионку на пятерку разменяли. Не, я такой, что она бежит за Шадоу Демона. Я просто смотри, как она бежит за Демона. Смешно выглядит. Что мать под стаками вырывается. Опа, минус, 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 минус. Марс себя реализовал. Вот сейчас на самом деле можно было бы сделать так, чтобы, допустим, Марс остается в сентре, просто потому, что Лисовом фармит медленно, а Темпларочку отправляем фармить, но желательно пятым левелом. И получается такой раскрат на самом деле приятный, что и ДП на линии что-то получает. Ну, хотя бы и Темпларка качается, и Марс качается. Вообще, так-то, перспективы есть в раскачке у всех этих героев и все они довольно-таки сильны в лейте. Но, по итогу Марс решил быть гангером. То есть, вот он все, сапог взял, руна есть, поехали. Поехали искать Хаус Найта. Здесь он находит Шадоу Демона. Шадоу Демона убивает. Такой активный стиль игры у Элона. То есть, он и на Queen of Pain очень рано стал подключаться и помогать своей команде. Только вот, скажем, получится ли в этот раз загнобить ЦК настолько сильно, потому что ТБ они в прошлый раз вообще не убивали, не трогали. У ТБ выложил колону. Уже видно, что загнобили. Уже видно, что загнобили. Уже слишком тяжко Ки-Вану. Он просто подходит крипам, и он пол лица отрывает. А, вот еще ульта... Ой! Но Сноубол! Ооо, шикарниче. Ну, смотри, он сейчас покатится. Ну, просто, как же больно! Тут с дабл-демиджем, шарды и Ки-Ван. Где же Вайпера? Не хватает Вайпера. Вайпер вот летит, но... Да, то есть, с одной стороны Таск это сейв, но с другой стороны все равно вкатывается после этого сейва. Поэтому Санкинг, хотя бы саппорта, ну, хоть кого-нибудь. Давай, давай, Грислаг. Ну, уже... Нет, он не добивает. Он не добивает Белку. Просто у Санкинга по левелу определенные проблемы. То есть, шестой уровень у Марса, даже седьмой с половиной. Короче, это вот это беда. Да, это беда, потому что, ну, задача Хаос Найт иметь хороший старт в любой игре. Он не может пойти в лес и фармить, как Темпларка, который, к слову, уже топ-1 по убитым крипам в своей команде и топ-2 по Надверсу. То есть, он сейчас приходит на линию, на этой линии фармит, да, окей, но у него очень мало. Он, по Надверсу, в районе Legion Commander его Белка догоняет. Белка! Белка на пятки доступает. Сейчас найдут ДП. Сайленс ДП? Типаут. Да, молодец, молодец, что Сайленс качал. Шарит, шарит. В любой ситуации Сайленс Типаут. Вон, три секунды висит, хватает. Конечно, у них очень плотный вайпер, который все это время фармил. Ну, скажем так, он фармил, да, но вот смотри, у него сейчас как у Темперосасин почти этот раз. Ну, вот фармил он. Темперосасин взяла уже камбэк. В этом вот проблема их драфта, что их драфтом фидить нельзя, подфидили они так хорошенько, причем на всех линиях. В итоге у нас Хаус Найт стоит, и, знаешь, обычно обычно сюда не бегают, потому что там вардики как-то стоят, не мешают. Но когда вся игра на одном герое завязана вообще на одном герое на Хаус Найт, единственная игра, которая более-менее лупит ВКБ, на чем не прийти и не забрать. Думает Марс. И пока все слишком хорошо. Рейден, да, понятное дело, что преимущество всего лишь на все 2000, там, командор забирает Хаус Найт. Молодцы, но, пока всего лишь на все преимущество на 1000, но, все эти герои они себе расходят позже. Особенно это касается Тамбарасасин, который до БКБ вообще не боится против фражеского дата, вот вообще, просто, просто гусман в драке, если ее начнут бить. А вот после Блокимбара ее вообще никому будет убивать. А вот Снайт настолько опущен, что ему будет не до нее. Вообще, по-хорошему, Тамбарка, она от иллюзии ЦК может страдать. Просто... И в обратную струн тоже работают иллюзии, ЦК тоже страдают. Абсолютно то же самое. Хотела сказать, что с другой стороны... ЦК тоже может просесть серьезно, и по левелу ЦК не очень хорошо. Да, просто все, что нужно сделать Информас, просто развалить ЦК и его иллюзии. У них до этого есть все ресурсы. А плюс в Темпларке есть сейв, ЛГК произвез атак. Станчик она снимет. А вот убивать Темпларку, кроме как ЦК, неким. В этом большая разница нашли Шаду Демона. Вот, поэтому очень легко играть, когда противники могут пятером убить одного героя, а у тебя, допустим, на весь драфт только один герой убивает одного героя. Поэтому невыгодной позиции находится в ЦК. ЦК Медас. Сейчас, конечно, надежда на Сенкинга. Сейчас надежда, что Сенкинг приносит себе блинг, он, по-моему, уже летит. И вот с блингдаггером задача Сенкинга начинать делать хоть что-то в игре. У него сейчас 0-2-1. Ужаснейший старт. Но вообще на нем Кристалл слабенько как-то отрывает. Почему ошибок допустило? Абсолютно верно. Там Марс его переиграл, потом пришел на топ, никого не убил. Ну, то есть, конечно, Его задача импакт носить. Его задача вот сейчас идти, носить импакт. И Вайперу, конечно же. Потому что у Вайпера был шикарный старт, у Вайпера все хорошо до сих пор по Натворсу. Так, цепляют у нас в миде. Но с другой стороны Марс запрыгивает, ставится Арена. Сейчас пойдет ульта от Легионки и Санкинг Эпицентр. Шикарно. Нужно добирать обязательно Марса. Марса добирают. Размен пока 1 в 2. Что-то у Демона еще зацепил и не отпускает ДП. ДП должна также погибнуть. И это размен 1 в 3. Вот и импакт. Да, вот как-то так. Вот в целом ну если бы они еще так не закинули линии было бы вообще хорошо. Но более-менее. Вот это задача у них нонстопом драться пока у Санкинга есть ульта. Причем если, например, там нету Арена Марса и нету ультимейта ЦК то в принципе тоже нормально драться. Потому что нет ульта, нет ульта но там вайпер очень много делает. Так Санкинг непонятно что сейчас делал. Вот да, я вот говорю он как будто на этом герой играет и не знаю. он не чувствует когда вот он может ворваться подкопать и уйти. Он просто он просто плохое слово короче он просто как на инстинктах видит красная копа вот так вот просто продает себя. Если бы это было Санкинг Тройка я бы сказал да ладно окей оффлейнер там что-то продал себе главное что есть два кора но черт возьми он он мидер мидер давай делай что-нибудь адекватное обвиняемое вообще по нетворцам они камбэкнули даже преимущество сейчас у бесткоус несмотря вот на этот 12-5 счет даже небольшое преимущество у бестов эпицентр в кулдауне еще 38 секунд а вылет так как будто инфамас очень хотят забрать вышку на топе и кейбан явно не хочет драться с медасом у него даже никаких армлетов ничего в этом духе он вообще не хочет драться ну да очевидно что с медасом ты такой дайте мне немножко хотя бы времени подфармить а вот дабларка она больше со своей командой ходит сейчас правда она собрала драгонлэнс выход в дезолятор и там уже следующим слотом будет медленно но уверенно появляться бкб а плюс драгонлэнс из-за что можно разобрать шеду демон летит у нас на бот зачем он летит вартов у него никаких нет он думает что на кивана будет выход или не совсем поняла перемещение что-то где мы работали сейчас но как бы у сенкинга есть ульта поехали прислак вперед ультируй если кстати на топе будет лихать просто пока ему некуда идти то есть к ним не идут они могут подраться например деф тирадин тавер на топе тут показана легионка на легионку идет выход так шарды просто приходит сенкинг цепануть легион команды 10 раз проще она не убегает вот так далеко герои там которые делают тп им дольше бежать и спасать легион команды ему нужно ему нужно помогать очевидно что таск он как плеймейкер не справится у него бриггдагера нет о чем он сделает очень долго катится ну и в итоге что у нас в итоге сенкинг показывает стороне нездоровый интерес у него в центр он что-то тут бегает 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 но особо никуда не идет там зашел лесочек подфармил приходит на троечку а тут уже гектор антонио родригес бегает на ха снайти он такой понял понял что я иду фармить нет я не иду фармить я иду воевать наконец-то только вайпер забыли почему-то взять смог без вайпера как-то выглядит не сам идеально было бы подбайтить на вайпера потому что вайпера так быстро не забрать вайпер плотный и что в принципе они делают они показывают вайпера в миде но марс больше не ведется не хочет нападать нам вайпера здесь еще спалился сенкинг и выход у нас не состоялся отправляет иллюзию сенкинг дп здесь ага пока видит что небольшие стаки есть дп будет для копать здесь также находится темп ларочка сайланс по сенкингу шэдоу демон блинкаут от сенкинга шэдоу демон прячет у нас дп белка бежит вместе с марсом марс перегвоздили шэдоу демона мультимейт от белки забирают его как-то странно вроде бы хотели воевать в итоге передумали ну арена лишняя это была ну ладно в любом случае забрали продолжат качаться пертяжка наверх дизолика есть таска сапог он дофармливает блинк хочется очень хочется убить таска до блинка но блинк уже меньше дуэль дуэль и сенкинг вырывается но поздновато вырывается не хватает урона урон вот он подходит вайпер вайпер с бкбшкой и дотянуться до темпларки и легионки у него просто нет возможности здесь слышу экзорцизм от дп еще подцепили шэдоу демона шэдоу демон просто изничтожают у нас сначала цк теперь переключаются на дп ну вот вайпер начинает настреливать арена еще в кулдауне но в любом случае одну пятую позицию разменяли в двух саппортов и киуана киуан же формил тройку зачем он пошел сюда ему все было хорошо на тройке там крипы да и темпларка на первом месте уже по нетворсу 17.6 преимущество все равно меньше тысячи но по уровню и по лвлам конечно очень большой большая просадка у ребят из инфамас прошу прощения у бисткоус инфамас наоборот все хорошо вообще вот после такого удачного замеса темпларочка могла попробовать подснайпить рошана у него мл4 дизолька имеется там прям молниеносный бисткоус чекнули рошана сканом и темпларочка молодец что не торопится не торопится забирать его она прекрасно знает что у противника сетап для убийства рошана довольно-таки слабый там только один холстнайд нормально лутает но остальные герои так в среднем средний дэмидж уменьшит поэтому нужно нужно сделать хорошую драку прям такую биг биг замес чтобы они еще и все выжили просто ждем момента очевидно что без костно нужно шевелиться и нужно торопиться где-то желательно продолжать навязывать драки пока не появились блокимбары и все остальное они рано или поздно появятся и они в очередной раз идут смоки в вражеский лес ставят варды но как-то ох арена эллен проиграл блинкаут от сенкинга сенкинга как-то как-то короче они немножко неуверенно идут заход на рошана с изолятором тепларка нагло очень нагло нагло но пока вообще не читают этот момент без костно без костно на самом-то деле в итоге легионку должны забирать пойдут и дальше дп подставляется эпицентр но эпицентр дп совсем не то что бы хотелось бы видеть на самом-то деле а дальше марс инвиз копьем тускар превращается в свинку ну и больше никакого подцепить не получается белка уходит то есть логика какова у любого адекватного игрока у противника темпларка с дизолем она сидит на тройке она в любой момент пойдет забрать рошана что можно сделать правильно быть готовыми забрать рошана накрыть их тем более вон они забрали аегис и они все равно разваливают ну за месси сейчас очень такой мощный раскаст очень много магического урона и они вместо этого просто бегают по вораженскому лесу что-то там ищут кого-то там непонятно кого и все и рошан дается на ровном месте вообще ни за что они там реально принимали вот с кингом и вайпером просто в кучу все это кидается там лужи эпицентры и до свидания в итоге аегис они подарили темпларочка так нехило подфармин после убийства рошана у нее уже имеется часть бакенбара она продолжает убивать очень хорошие айтем мы видим зато вижен здесь имеется кстати можно наказать темпларочку попробовать попробовать но она отступает там трапы трапы все видит в центре варда нужно налестниться как минимум чтобы убить трапы я думаю а может подраться эгисом что мы не потянем их спрашивает вообще выглядит как вполне как потянут 14 уровень цк 16 темпларка то есть она на 2 уровня оближает 57% винрейт точнее вероятность победы у нас за infamous кстати не такая большая ну тут но мы улучшим в прошлой игре да то есть здесь темпларка против хаос knighted в прошлой игре был буллджагер против tb поэтому здесь хороший перспектив учитывая и лейт конечно конечно региончик уже 34 урона бегает нормально качается молодой шмотки хорошие дропаются и белка на саппорте вон 5к на ферсе имеет легион командера так-то догоняют потихоньку зацени кт белки 5.08 это вот к слову о тех саппортах которые мне нравятся они просто отзади не подставляешь что всегда при шмотках при лейвике приятно такими саппортами играть пусть скоро идут и впитывают а саппорты занимаются своими делами сейчас еще стаки соберут у ребят не так их много но все равно приятно юл приобретает у нас шадоу демона просто сразу же изничтожили имеется байбек но так санкинг подкоп по белке врывается тускар белка под сейв от легионки и форстаф белка живет шадоу демон байбек а дп забирают потратили арену от марса белка вот вот дп надо вспомнить что это не та медовая дп которая может ворваться в толпу всем повесить сифон и там просто развалить это дп у которой в инвентаре транквил бутсы флаки хэт и форстаф ну транквил бутсы и форстаф такая дп если идет вперед она рассыпается мгновенно поэтому такой дп лучше стоять сзади марса сзади легион командера и ждать когда они начнут драку а он уже там будет издалека накидывать саленсы бить ультимейтам что он как он играет как будто вот он медовая дп там вкатывается просто 3к хп здорово сейчас всех развалю нет 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 надо менять геймплей теперь шейкера на четвертой позиции который сможет перевернуть замес и сейчас еще дабл дэмэдж для темплар айгис еще 50 секунд будет и темплар заходит на тройку здесь находится кейван кейван уже приобрел себе бкб но бкб алебарда это пока слишком мало на самом-то деле для цк чтобы у него было так дуэль в тускара тускар погибает неудержимо становится белка просто 608 на четверке неплохо прям очень хорошо треугольник без смока не хочется подниматься на лестничке на лестницу ставить трап и все их видно без смока они туда не зайдут и вот они вот так вот идут вниз видят что там находится вышка тапларочка с бкб тапларочка с бкб она вам уже может позволить всем ног и более того легион командера которого имеется шард он уже круто сэвид тапларку если он нажимает бкб вообще в любом случае чтобы не предошло верхнюю башню силу света атакуют вот этот цк не готов вот я сейчас беру на сборку цк ну не то чтобы это цк убийца это больше такой цк танк цк выживатор там алебарда блэкбар пока вообще никого не разваливает тарачка получше будет но посмотрим ну еще пока тараска пока манта стайл с кати собирает себе вайпер вообще есть определенная надежда на виспера но вот лично мне кажется что вот время вайпера оно медленно но уверенно тает потому что да вначале ты неприятие вначале ты вживуч наносишь урон но потом будут определен так возможно тут масс очень хорошая позиционка у элана иллюзии бкб армлет блинк заходить на свой на свою тройку нужно так у нас цк здесь подставляется так ставится арена и бкб от вайпера бкб со стороны марса марс просто улетает его получится еще подцепить настреливают по белке переключаются на дп тускар на дп вместе с цк на белке сидит у нас санкинг вместе с вайпером кстати на самом деле очень хороший фраг фраг до стеза вайпера потому что там много золота 500 золота получает и 300 золота за дп этот момент размикрили так у нас еще легионка в мире у него кстати блинк был сбит иначе можно было бы попробовать дать дуэль в санкинга как-то вот два фрага пусть и саппортов забрали но саппорты были такие приятные 500 золота 300 золота саппорта там белка она уже как третья позиция поэтому там хорошо белки еще стрик сбили у него было 608 вообще так шикарный стрик был до пытался как-то в елках спрятаться но проще по форстав было нельзя завязать просто убежать но ошибся молодая ошибся и вот такие шальные такие шальные фраги они потихонечку камбэкают причем всех героев то есть не важно какой лейт у противника если противник не держится 5 на 5 в позиционке там под виженом и так далее если он просто не играет как команда то там вообще по барабану какой лейт у противника поэтому этим надо пользоваться затем у нас пользуется периодически без кост но вроде как вот вижу инфу мы собрались все вот они пришли в центр виллис на кинга понимает что его убить не особо хочется он может сделать блинкаут если марс будет прыгать ставить арену и кресть копьё и пошли забирать вражеский аванпост делают все приготовления для убить с рошаном вопрос кому-то без кост в этот раз что им нужно просто быть рядом с рошаном и не надо бегать во вражеские леса там ничего интересного нет все интересное но вы здесь возле рошана а ему племени с рошана минуту да смог покупает одни и вторые темпларочка в наглую забирает вышку но здесь уже летят льветки сонкинга шеду демон готовы там бегут 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 срезают марсу сбили блинк да и марс получил еще ультимейт под сейф от легионки беги мужик беги мужик лечись такое ска нажал ультимейт будет ультимейтом отпушивать линию и вот то что он нажал ультимейт не очень хорошо да потому что у него сейчас 70 секунд кулдаун а там рошанчик в любой момент может появиться ну-ка и фонус готова они сейчас могут еще дождаться когда иллюзии сверху они знают что там иллюзии просто подраться к опротинку нет иллюзии нам раз маковой не тратил аспорт не допрыгнул плюс рошан вперед цк кулдаун 40 секунд ультимейт наказан наказан ну то есть он просто нажал иллюзии чтобы пропушить линию в такой ситуации когда рошан может появиться в любой момент единственное потанкуйте кто-нибудь чтобы темпларку не башал рошан дп танкует но она кстати много кп потеряла темпларка произоотак по ней выдает ну и сейчас будет заход вайпер бкб заходит он кстати не получил вот 18 уровень начинается замес но темпларочка забирает забирает аегис подкоп у нас пошел выгрызается марс марс ставит свою арену и пытается уйти с помощью телепорта не успевает но погибает на базе разменяли марса в рошан я считаю более чем более чем красный огонь наши постальные выжили но это это наказание холстнат за то что он отдал ультимейт вот видишь у него сейчас ультимейт есть в драке его не было за счет этого тапларочка она забыла рошана то есть ну как бы с одной стороны ей повезло да но я просто по наблюдениям всегда обращал внимание что везет сильным и тем кто скажем так повышает количество шансов на везение в итоге что аегис есть марс скоро появится вот с марсом надо драться без марса как-то без ультата дп не знаю можно конечно можно но вообще без марса драться не очень захочет скара потеряли темпларка потратила бкб темпларка пол хп нет прошу а у меня бкб и не было это поцей было пресс-атак так поцепили шеду демона дуэль от регионки это минус два героя даже без марса да да не взяли неожиданности просто потому что единственный герой который может драться это цк у цк кд на бкб был 5 секунд еще отратывается и поэтому темпларка просто воспользовались тем что когда цк нет она почти невезема дерзкие слушай дерзкие дерзкие резкие и пошли за цк сразу прям сходу на туражскую тройку цк снова без ульта ух сейчас бы подраться когда у него ульта нет ух сейчас бы подраться тут вайпер без бкб без бкб и сай сай бкб со счет легионки подкоп от санкинга выбивают аеги сутом парки под тавером максимально было бы выгодно подраться эпицент расхустовывает нас так пошло под сейф под шаду демона ну и в принципе какое-то время поживет но нет санкинга все-таки забирает тускар также будет отправляться в таверну белка минус минус легионка тускар байбай кайбай тут дерется кейуан и кейуан наносит на самом-то деле очень много урона это триплкил как раз был от него и тускар замедление трепа с шардом от темпларки поэтому сайланс шадоу демон пытался как-то пойти дальше у него имеется гем размен три в четыре и байбэк от тускара кейуан очень много в файте по деньгам радиант очень много заработали с того что вижу по экспі так драка была максимально благоприятна сделана для халснайта да потому что 3 в 3 и здесь мидер и хатлайнер а там саппорт и хатлайнер вот поэтому вот сейчас была максимально благоприятная драка для халснайта то есть круто если все выдают в кого угодно только не в него а он уже под шумок вкатывается в бочину ну и когда он вкатывается в бочину он так-то вообще Любого героя способен одолеть Самое главное сделать так, чтобы его не били Пока он бьет Сейчас была максимально благоприятная драка для Бискост Так что у нас По коэффициентам Да Сейчас по коэффициентам У нас на матч 3.75 На Инфомас, на Бискост 1.20 На карту, вторая карта 1.87 1.87 от нашего партнера Винлайн Кстати, не забывайте кликать на баннер по трансляции Заходить к ним на сайт И получать бонусы по свету дамы Да, и вот сейчас видно, что Инфомас не цепляется вообще любой возможностью Они прекрасно понимают, что Бриденг может там Зафейлить с Рэвом Марса Где-то, возможно, снова круто подсевит Таск Против Рэва Легион Командера И вот на месте Легион Командера я бы задумался о том, чтобы просто прыгать Таска Потому что он уже много раз давал дуэль Много раз прыгает Таск Просто прячет героев Сноубол И не получается Не получается Выдать качественную дуэль, потому что Таск все время севит А у него блинку он успеет подставить Поэтому пора бы уже Регион Командеру немножко сменить тактику В общем, не хотелось Точнее, хотелось бы на У Бестко, чтобы была еще какая-то Кераса Потому что выживаемость у ЦК хорошая Но вот эта пларка минус армор Тоже очень неприятно Кераса смотрится как очень хороший слот Но ЦК собирает себе скади Так что Кераса, возможно, потенциально будет у нас у Санкинга На Вайпере, я думаю, что Кераса А вот, кстати, вот Вайпера собирает, да Вайпер собирает Керасу Просто Вайпер, это немножко не тот герой, да Который лупит Сурки Ему там бабочки и прочее Этому не особо нужны А вот просто броня, она там Ну, на команду нормальная В общем, там Сурки 128-24 Он дамажит чисто этим В пользу атакам и натертоксинам Вообще вот Ты вот Вайпер душишь, да? Вайпер 8-1-4 отыгрывает, да? Ну, именно в лейте такая, мол, время проходит Но в глубоком лейте там Вот за счет таланта на 25-м левле Там прям так нормально Он начинает разваливать У него талант есть Незертоксин Просто плюш лон-стопом Кого хочешь и когда хочешь Да, талант же успеет И второй талант, который сейчас у него 70 урона У меня почему-то, правда, не прорисовывается, что у него плюс 70 урона У меня прорисовывается, что у него плюс 24 Я тоже? У вайпера Плюс 70 у меня А, у меня плюс 24 Ну ладно, короче, пак доты Ну вот этот талант тоже хороший Ну то есть просто плюс 70 дамаги Плюс 70 дамаги это прям солидно Для любого героя Кстати, аганим появился у Марса Не так часто его собирают, но против ЦК, по-моему, это очень круто Как тебе такое? Ну, как вариант Так, снова Тасик с Гемом Мужик, спасай Гем Оооо, Легиончик молодец Разорвал Никак не спасти Плюс Гем Плюс Гем, Гем не бежать Так, подкоп у нас по Легионке Ставится арена от ЦК От, прошу прощения, Марса И врывается ЦК Он, кстати, разорвал Марса Ну и Санкинга потеряли в ответ Вот, притянули ДП Да ДП Гост Ну, тут ДП никто не уходит Нууууа, слушай Три в два Дааааа, дааа Даааа Легиончик был, да То есть, Легиончик мог просто... Вот, когда он видел Гемом Он, видимо, растерялся Сразу нажал БКБ Слишком много урона получил в конце Он уже катал, бегал Он включил БКБ Но там уже Было совсем лоулоу ХП А так Забрал ЦСК и просто БКБ в льдаю Там же БКБ-то Мне нечем сбивать Реальти риф с талантом Так, ну и что Мы идем, мы идем вперед Теперь у нас эта игра о том Как позиционируется Темпларочка И добирается для нее Добирается ли до нее Хаус Найт Темпларка пока неплохо позиционируется 4 на 8 Да, потому что Хаус Найт Он нажимает ультимейт, он еще нажимает ман Куча этих иллюзий окружает Темпларасасин И ее вот этот рефракшн Ну как бы с одной стороны он есть, да Но с другой стороны он там моментально слетает вообще в секунду Поэтому на него особо не приходится рассчитывать Поэтому ей нужно как-то придумать, чтобы она заняла позицию И просто била Хаус Найта сплэшем издалека Потому что она нормально бьет Пока Хаус Найт ее переигрывает Часто на опыте Антонио Родригес дарит Марс прыгнул Марс прыгнул, его притянули Ставится арена Прожимает он во второй раз БКБ Начинает драться Вот как раз с Аганимом Его пробить очень сложно Вайпер пострадал Врывается Темпларка И избивает Вайпер Вайпер погибает У него имеется байбэк Преследует у нас ЦК ЦК Мы как раз и застанили Шадоу Демон Отличный подсейф по ЦК пошел Но ЦК здесь один И Сноубол от Ускара Уже за место проходит Самым отвратительным образом для Бискоуза Забирают у нас ЦК Без байбэка Тут Скар также отправляет в таверну Шадоу Демон Плинкаут сделал Поэтому будет жить С Санкинга вообще не было в драке Не совсем понимаю Почему они вообще остались драться У них Санкинг был очень далеко И вообще не было в драке То есть они изначально Дрались 4 до 5 Довольно таки странная драка То есть Марс прыгнул Да, он там не допрыгнул Но их все равно меньше Мужки, у вас все равно меньше Зачем вы куда-то идете Там Марс прыгнул В общем, по итогу начал драку Как мидер Впитал бешеное количество урона Еще потом нормально Так наважил 4500 урона Это мидер А их мидера нет На что они рассчитывают На что они вообще рассчитывают Ну вот без Кинга Прям совсем плохо прошел замес Ну да Это прям руин был Сейчас на родном месте А без кост Им еще повезло Что Рошан Не резнулся прямо сейчас Но вот он резится Буквально через пару секунд Кстати, где трэбы? Вспомигали на самом-то деле На Рошана Мы не будем забывать, что Рошан Это у нас под номером 3 То есть тут еще рефрешер И 30 секунд до ЦК За 30 секунд Темпларка двух Рошанов Может убить На это, конечно, утриру Но этого времени явно хватит Тут еще и легиончик рядышком Тут Ну, темпларочками Три стороны Тапора закрыты у нее И легион И у легион команды Уже три стороны Они их нормально разваливают Легиончик уже Такой потенциально скрытый корр Потенциально скрытый корр Единственное, вот Кирасу Буду взять легион командера Чтобы он еще И так спит имел хороший Он обычно Презатак не на себя кидает А на союзников Ну, обычно плакаю И все И тогда Все будет хорошо У легиона А тут Ну, теперь против Аеги Займем очень сложно Я даже переключусь На байбеки Марса У вайпера И у легионки Есть байбеки На данный момент Следующий файт Он будет Очень сложный Для бесткост Я Должен быть Эпицентр По пятерым Чтобы все они Стали в луже вайпер Да Да И еще Тарксиры Желательно Еще одного И еще Дэстакает яд Просто На основном Дэстакав закидывает Идеально было бы Забрать легионку Чтобы не было Подсейва По Темпларке В начале Сфокусироваться На леги А у леги Имеется сыр Так что с этим моментом Нужно быть поаккуратнее Но пока Забрать Сир 2 По боту нужно А Егис Будет у нас Длиться еще Три минуты Три Пятьдесят Парка собирает Себе Аганим Это вообще Будет Супер Мобильная Парочка Против которой Саппорты Вообще Не могут Показываться Так В итоге Супер В то время Драки Кто его Будет Бить Что Патрулируем Занимаем Территорию Как белка Показалась Белочку Видно Бролстрак Сейчас Очень Далеко Копает И Подкопали Белку Сейчас Будет Станчик Белка Толстно Кинул И Подсейв От Легионки Но тут Санкинг Вайпер И белка Погибает Без байбека Рошан Кстати Реснулся По хорошему Его забрать Там просто Еще Аганим Лежит Но тут Мега Крипы Один из ЦК Используется Ультимейт Сейчас Монтаж Аду Демон Постепенно По хорошему Будем Зайти на Рошана Но они Почему-то Как-то Вот игнорируют А там Аганим Все-таки В такой же Ситуации Можно было бы Аганим И вайперу Отдать И Сейчас Подвар Где-то Будет Получше В общем Честно Вот я В драке Присматриваюсь Вот Булвар Куда Вот К этой Штуке Ну как-то Пока не Замечаю Ее эффект Если честно Я стараюсь Там Вот так Прикинуть Это вообще Есть Импакт От Того Что Появляются Эти мужики И там Кого-то Бит или нет Честно говоря Вообще Как-то не ощущается Я просто вообще редко видел Буду Получить Не ощущается Я вообще редко видел Чтобы Аганим Собрал на Марсе Где-то помню Табличку Там Составляли Самые крутые Аганимы В доте Там Самые крутые По-моему Шарды И по-моему Марс Там вообще Был нигде А если Где-то был То Возможно Где-то на дне У него Вот Почему Этот Аганим Так редко Собирают Аганим Сам по себе Так себе Но против ЦК Мне казалось Что он должен Неплохо работать А сейчас как-то вообще Не работает Я согласна С тобой Пока Импакта Не видно Так Нападение На Тепларку Тепларка Использует Своё БКБ И получает Ультимейт От Вайпером У нас арена От Марса Легионку Забирают мгновенно Легионка Байбекается Тепларка Просто исчезла Тут Без шансов Видишь Он снова первый Вот и лейт Да То есть Его ШД отдал Ультимейт Умерить 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 Или перемещать То есть Он вообще Он Как фронтленер Играет на этом герое Ему нужно Играть там На Рискинге Или Медузе Вот С таким подходом Ему реально Вот этими героями Лучше играть Парачка А нас таки больше О том Как позицию занимать И лупить сплэшем По всем Ну а Вообще Крутая игра Получилась Учитывая Какой старт Был у Инфамас И мы с тобой Очень много говорили Что у Бестоков Всё-таки Проблемы будут лейте А оказалось Всё наоборот Оказалось Инфамас Вначале Тащили А вот В лейте Бестам Сделать ничего Не могли Ну короче Оказалось Что вайпер Очень сильно В лейте Когда просто Вырубают пассивки Это прям Очень-очень сильно Да Он такой Супер-супер Герои По-моему Такая была Крутая серия Несмотря Даже Предыдущая серия У нас 2.1 Была А здесь 2.0 Но Прям такие Потные Игры Близкие К друг другу Инфамас Буквально Чуть не хватает Что на первой карте Что на второй Чтобы Комбэкнуть Но Сегодняшний день Вышел На мой взгляд Очень интересно Учитывая Что это финалы Лучшие Четыре Лучшие команды Играют Пока Пока мне Все очень нравится На сегодня Мы, дорогие зрители С вами Будем прощаться У нас Завтра Касты Начинаются Опять же ДПС Финалы Южной Америки Начинаются В 23.00 По Москве Так что Были рады Для вас работать Всем пока-пока Дима Спасибо за работу Пока Продолжение следует...